Чужой голос. Мы живем в трехкомнатной квартире. Я, отец, мать и сестра. Мы с сестрой живем в одной комнате, а родители в другой. Третья комната. Зал. Моя сестра ложится раньше меня, так как она работает и ей нужно вставать рано. Время было за полночь. Настя, так зовут мою сестру, только вернулась с работы и готовилась отойти ко сну. Я посидела в комнате родителей за компьютером. Потом зашла в нашу с сестрой комнату. Свет был уже выключен. Я спросила. Настя, ты спишь? Да, почти. Ложись ко мне. Мне показалась странной эта фраза. Но я не придала этому значения. Нет, мне еще помыться надо. Ну, ложись. Уже поздно. Завтра помоешься. Нет, я... Ложись. Я сказала. Грубо, повышенным тоном, сказала Настя. Я отвернулась и ушла. В дверях я остановилась и посмотрела на сестру. На ее лице была злость. Меня это даже напугало. Выйдя из комнаты, я, как и планировала, направилась в ванную. Но там уже кто-то был. Когда я простояла в коридоре пять минут пять, из комнаты вышла мама. Что-то папа там долго засиделся, сказала я ей. Да нет, он в комнате смотрит телевизор, ответила она. Я удивленно посмотрела на нее. Как это смотрит телевизор? Тут дверь открылась, и из ванной вышла Настя. Я едва не вскрикнула. «Что с тобой?» – стревоженно спросила она, увидев мое лицо. «А кто?» «Кто же тогда в спальне?» – пролепетала я. Никого там нет. Мама, кажется, думала, что я решила пошутить. Я рассказала им, что заходила в спальню и видела сестру. Пересказала наш странный диалог. Мама с сестрой были шокированы. Мы вместе пошли в спальню и включили там свет. На кровати никого не было. Только белье было немного помято. Я до сих пор задаю себе вопрос. «А что было бы, если бы я легла тогда к сестре?» «Я игрю в спальню» «Я к сестре?» «Я молодец, я не мог меня быть к сестре». «Я хор, я к сестре»,